Девушки отдыхают Мне кажется, мы сто лет вместе не работали Да, освежаем сегодня в памяти эти навыки Как это было Мы говорили час назад о том, чему будет посвящен второй час программы «Дневной разворот» Будем говорить о выставке под названием «Средаобитание.дом», реализуемой в рамках нацпроекта «Культура» Выставка уже стартовала в выставочном зале Вятского художественного музея 27 мая она открылась И, судя по анонсу, опубликованному на сайте музея, продлится она до конца июня, до 26 числа У нас достаточно сейчас много гостей в студии, давай их представлять в порядку Наталья Новосветная, заведующая выставочным залом Вятского художественного музея, куратор выставки Наталья Анатольевна, добрый день Да, добрый день, говорим, да, как в обычной жизни, добрый день Ирина Зелянина, художник-керамист, участник выставки, один из авторов проекта «Средаобитание» Ирина Анатольевна Добрый день Здравствуйте И Игорь Сметанин, председатель регионального отделения Союза художников России Добрый день Куратор выставки Игорь, добрый день и вам Позвольте вас поздравить, наверное, да, для начала с тем, что такой обширный проект реализован Он стартовал взором кировчан, уже представлен, можно приходить, наслаждаться увиденным На самом деле анонс поражает размахом В основе экспозиции 130 произведений, живописи, графики, скульптуры, созданных за последние, ну, почти три десятка лет Не только кировскими художниками Да, мне, я тоже, когда посмотрела на размах, мне в первую очередь стало интересно, а вообще, сколько времени заняла подготовка, да, сколько нужно убить силы времени Чтобы вот подобный масштаб Наталья Анатольевна, давайте начнем с вас, собственно, такую ретроспективу сейчас устроим У нас достаточно много времени, и мы можем поговорить обо всем подробно С чего начиналась вообще подготовка? Идея? Как чем наполнять? Какие смыслы туда закладывать? Опять же, если это по нацпроекту, да, то есть это нужно было куда-то заявляться, что-то выигрывать, да, какие-то деньги на проведение или что-то, давайте, все, все рассказывайте Поближе еще немножко к микрофону Да, ну, во-первых, да, эта выставка состоялась благодаря выигранному гранту нашего отдела Вятского художественного музея Отдела коммуникативной деятельности во главе с заведующей Софьей Пикулевой Вот, и выставка задумывалась как проект не только для кировских художников, но хотелось его сделать более крупным и масштабным Она имеет такие, региональное имеет значение Межрегиональное Межрегиональное значение, да Межрегиональное, как это принято говорить И эта выставка, это продолжение предыдущего большого проекта, о нем сейчас вот расскажут Да, конечно, поговорим Да, 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 состоялись еще выставки перед этим «Среда обитания натюрморт», «Среда обитания портрет» и вот эта третья выставка «Среда обитания дом» То есть здесь уже речь идет не о жанрах, как в двух предыдущих узких жанрах, а о теме, о такой большой всеобъявляющей теме дом А вот само словосочетание «Среда обитания», оно откуда вообще взялось? Ну это вот расскажет Ирина Анатольевна, да Это зародилось в среде наших кировских художников, вообще этот проект родоначальники наших художников, Ирина Анатольевна расскажет об этом поподробнее Ну так что, не будем тогда откладывать это в долгий ящик, давайте поближе к микрофону Напоминаю, Ирина Зелянина, художник-керамист, участник выставки, один из авторов проекта «Среда обитания», да Откуда взялось название такое? Ну, название взялось, когда мне захотелось показать натюрморт, но я подумала, что у меня много друзей-керамистов, то есть на самом деле я сейчас немножко откачусь Ничего-ничего, да, время есть, позволительно Когда вы спросили, сколько времени понадобилось, чтобы подготовить вот это вот, на самом деле это началось тогда, когда я много-много лет назад стала ездить на фестивали, на симпозиумы, на выставки международные в том числе И мне захотелось показать авторов, с которыми я познакомилась, подружилась нашему зрителю Вот, и когда я уже задумала Это российские авторы или зарубежные в том числе? Ну, и зарубежные, но с зарубежными сложнее немножко, да? То есть с российскими друзьями можно где-то послать оказиями, вот, где-то транспортами, это ничего страшного Это наши современники, творцы, да? То есть люди, которые вот сейчас, в данный момент живут, творят Да, вот, а как получилось, что среда обитания, когда я подумала, что вот у нас мало, не очень, не так много показывается натюрмортов, а керамисты в этих жанрах работают, они во всех жанрах работают Вот, мне захотелось, я поняла, что надо строгие границы жанра размывать Вот, и, ну, так и вот родилось это свой сочетание, которое, ну, размывает границы жанров А что в первую очередь там не устраивало? Что значит размывать? Керамисты, на самом деле, керамика Чтобы быть понятным слушателем А сейчас я про керамику тогда расскажу, почему я хотела это размыть Да-да-да, говорим максимально просто Керамика — это синтез всех жанров, видов искусств То есть тут и живопись, и скульптура, и графика, много очень техник различных И декоративно-прикладное, всё это вместе И керамисты смешивают все вот эти вот виды в своих произведениях И они тем самым размывают границы и нарушают правила Вот, и захотелось создать Одна из сути творчества Да, и поэтому мне захотелось Немножко такое провокационное название, может быть И в то же время оно соединяет всё в этом сочетании Может, я сумбурна, но... Игорь, можете добавлять дополнение Отсидеться не получится Проект сведообитания, конечно, он уникальный Это в том случае Мы, я имею в виду живописцев, графиков, скульпторов И так далее, очень ревностно всегда относимся Вот к этим моментам В данном случае как раз вот эти жанры ушли немножко на второй план И вперёд вышла у нас средообитание Это керамические мастера Мастера керамики И хотел бы, что ответить Вот средообитание, она из культурного проекта Даже, может быть, переросла уже в образовательный проект Я его вижу в дальнейшем именно так Потому что лёгким движением руки Вот эта лёгкая идея Подача Ирины Анатольевны Кстати, это было совместно сделано с живописцем Сергей Юрьевич Горбачёв тоже участвовал Пили чай Да, пили чай Они сконцентрировали и всё это спроецировали на бумагу Вот с подачи этих двух людей Появился проект, который Цель которого я лично вижу для себя Даже если смотрю как зритель Это развитием среды обитания Внутри нашего города То есть люди приходящие Уже видят прелесть и красоту Вот даже в этих простых вещах Таких как керамика Плюсом ко всему жить То есть мы постепенно начинаем людям Людей приучать вкусу Просто Это же Это очень необходимо Тем более вот в наше время Когда всё настолько скоротечно и быстро И всё сводится к очень простому, элементарному Никто не задумывается о тех вещах Которые окружают нас И эта выставка как раз Скорее всего направлена для людей Которые хотят обогатить свой внутренний мир Свой дом в этом случае Ну смотрите Ну по идее любая же выставка Так или иначе Несёт в себе какой-то и образовательный Да Конечно Контекст Но здесь же мы говорим о предметах И предметах быта Прежде всего То есть язык и идеи Трансформируются Вернее как транслируются Через произведение керамики Давайте тогда немного тоже слушателям объясним Да То есть потому что я вот например сама Я понимаю натюрморт Я понимаю портрет Я не совсем понимаю дом Это что? Что люди увидят? И тут тебе в качестве ответа на этот вопрос А подожди Давай представим Что я не вижу Это всё уже на уровне космоса И макро Вселенной нам объясняется Это такие вещи Которые он наверное может Сам в силу своего понимания И воображения Да как-то Объяснять себе Нет это то есть К тому что границы размылись Вообще Ну наверное да Ирина Акулин Да Но на самом деле Ведь любой дом Он не на пустом месте рождается Правильно? То есть существуют какие-то вот традиции Наши предки Наши родители Наши бабушки-дедушки У которых тоже были бабушки-дедушки И человек Он в итоге же Продукт вот этого вот всего Множества поколений У которых есть память У которых есть Свои материальные Какие-то ценности Духовные ценности И вот про это Хотелось рассказать Вот Один из авторов Которые Представлены на выставке Это Мастер с большой буквы Сергей Гизович Фенвиш Из Вологодской области Он представлен Мне очень хотелось это показать Чернолощеная Кончарная Традиционная посуда То есть Совершеннейшими формами То есть Он не ремесленник Он мастер с большой буквы Известный мастер Вот И я очень сильно рада Многовековые традиции Да Этого дела Воплощены в его работу Все формы выточены И выверены веками Причем они идеальны Вы сами можете в этом убедиться И кроме этого Они бесконечно удобны Вот Понятно что Сейчас Эргономично Как бы сейчас сказали Да То есть там В использовании Там все хорошо Все очень красиво И в современном интерьере Это тоже может быть Вот И Другие вещи Которые там представлены Они все Выверены художником То есть Эти же Какие-то вазы Вазы И Сосуды В виде Как бы Там Группа бутылей И Современные вазы Которые представлены Нашей Кате Щепиной И так далее И так далее И это все Наш культурный слой Вот Наша связь С предыдущими поколениями Ну и кроме того Что керамика Она В ней присутствуют Все стихии То есть И земля И вода Без нее Они слепятся И воздух На котором Сохнет все И огонь Которым Да Обжигает И без воздуха Огонь гореть не будет И Самое главное Здесь стихия Это человек Со своим Со своими мыслями Со своей душой Сердцем Со своими руками С тем Что он вкладывает Собственно В эту работу И что в итоге получается То есть он сотрудничает Со всеми стихиями И в результате Мы видим Интереснейшее произведение А вот Сейчас Не знаю Задам наверное И дилетантский Такой вопрос Абсолютно Но с другой стороны Он дискуссионный Сложный И вот Неоднократно прозвучало Слово смешение Желание смешать Вот эта эклектика Да А где понять Грань Насколько можно Это смешивать И будет ли это Являться действительно Произведением искусства В конечном счете Можно смешать так Что Боже мой Получится Какой-то невообразимый Хаос Да Да Но тут как раз И нужно Как бы Тут и есть художник Вот Которого У которого Чувство вкуса Чувство меры Образование И профессиональные навыки Без этого конечно Может получиться Что-то несусветное Ну вот мы уже поговорили Да Вы упомянули Одну из работ Коллеги О своих работах Которые представлены На этой выставке Давайте Поведайте Ага Ну вот В этой выставке Я присутствую Только совместная работа С Дмитрием Никитином Нашим керамистом Кировским Да Кировским Да Мы с ним Уже у нас Десяток Больше Наверное Скульптур Совместно сделанных Вот Огненных Она обжигалась Порошина в сентябре И в рамках фестиваля Ахлынского застава И На самом деле В паре Творить довольно сложно Вот Потому что у нас У каждого Свой Взгляд Но Это не как Если сочинить Один пишет стихи Другую музыку Да Смотри Да Тогда соответственно Возникает вопрос То есть в паре Когда один пишет музыку Второй пишет стихи Все понятно То есть я например Не могу писать музыку А Вы почему решаете Работать в паре Вряд ли же Кто-то из вас Чего-то не умеет Ну да У нас есть Как бы такие Свои Уже отработанные Какие-то штуки То есть Допустим Я подаю идею Да Дмитрий делает Первичный эскиз Вот И дальше Мы уже корректируем Этот эскиз Договариваемся И работаем Как правило Дмитрий набирает форму А я занимаюсь Полностью ее Декорированием И его не пускаю в мастерскую Тут же все-таки Достаточно Философские вещи Подключаются Иной взгляд Свое видение Да У каждого из творцов Мужское и женское начало Да По-разному Это все тоже Выглядит Безусловно А потом Когда наконец Он смог попасть В мастерскую Он заходит И что ты наделала Да Что работа с собой Представляет Правильно Что не пустила Что работа с собой Представляет Вот эта совместная В частности Которая представлена На выставке Это Вестник радости Это Славянская Птица Алконост Которая На самом деле Это было Нашему посвящению Воснецову Вот Насколько она Велика Не знаю Масштабная Ну она чуть-чуть Поменьше У меня ростом Я честно Представляла Что-то Довольно крупная вещь Вот Ну У нас Поскольку мы там Лепили уже много И нет Скульптур Вот Возникали разные Технические С опытом Приходили Наработки Вот Поэтому ее Не так сложно Перемещать А то Было всегда Было очень сложно Со всякими лифтами Лестницами Проемами Вот С крупными вещами Это же надо все аккуратно Чтобы ничего Ну и керамика Тем более до обжига То есть мы легли в мастерской Надо было сырую Вывозить в Порошино Но там у нас В Порошино есть специализированное место Да Там Там мы в рамках фестиваля Обжигаем скульптуры Уже не первый год Две скульптуры Принадлежат Вот Именно этому месту Конный клуб София Вот И Ну у нас там Мы там встречаем поддержку И помощь всегда Вот в таком мероприятии То есть перевести Помочь Кирпичом Травами Ну Чисто такие хозяйственные задачи Хозяйственные Которые немаловажны Потому что керамика делает Довольно на самом деле Очень тяжелое Все тяжелое Все тяжелое и хрупкое Зачастую грубая мужская сила Нужна для того Чтобы Да Грубая Добрая мужская сила А сырье кстати Блина Ну с этим Мы Работаем с разными массами И Для крупных вещей Конечно у нас Мы либо сами готовим Материал из Сырья Либо мы закупаем Специально Предназначенный Для таких вещей Шамот Я так и не понял Что символизирует Тем самым Ваша Работа совместная Вот смотрите Человек создан Для радости живет И Художник Он делает этот мир лучше И вот эта вот Птица Вестник радости Это символ того Что Красота спасет мир Не отчаивайся Не переживай Вслед за черной полосой Наступит белая полоса Будут радостные вести Будут Хорошие события Доброисходить Экспонаты Выставки Включая вестника То есть это Я не знаю Протопорте Это уже можно Где-то использовать Куда-то Я не знаю Купить Поставить дома Где-то Или это все равно Вот искусство Которое Ну скажем так Ради искусства Для усладых глаз И не более Ну понимаете Выставочные выставки Это то Для чего Я считаю Мы художники Живем То есть мы Должны Мы хотим показать Зрителю То что хотим сказать Сказать нам Ей что Вот И потом То есть это творчество В чистом виде Да Полет фантазии Полет мыслей На основе своих ощущений Замыслов В первую очередь Мы думаем Об искусстве О воплощении своих идей Внутренние мысли Эмоции Задача их Воплотить То есть конечная сторона Она Немножко другая Но тем не менее У художника Тоже надо Кушать Платить За мастерские За квартиры И так далее Да конечно Есть Повод поговорить Если что-то Кто-то захочет Приобрести То мы всегда Коллеги подключайтесь Мы сейчас Заговорим О том что Художник принимает Участие в выставке Исключительно Для какого-то Последующего Коммерческого использования Я с точки зрения Посетителя выставки Больше говорю То есть не художника Именно посетителя Если Людям что-то Приглянулось Ну то есть Как я не знаю Вот в художественных галереях Мы часто видели этот сюжет И в фильмах Или не знаю Где приходит Вот весь Какой-то загадочный Посетитель выставки И вот эту вот картину Я хочу ее купить И мне вообще не важно Каких денег Оно стоит То есть здесь Вот может быть Что-то подобное Я наверное На этот вопрос отвечу Как заведующая Наталья Новосвитная Заведующая Выставочным залом Я думаю Что это вырежут Потому что У нас не входит В нашу документацию Возможность Продавать Работу То есть мы только Как выставочная площадка Работаем Для того чтобы Показать в первую очередь У нас в поставе Нет продажи Да Поэтому этот вопрос Я думаю Можно лучше Давайте сейчас подойдем К этой выставке С точки зрения Освещения Разделов Ее частей Да Она же состоит Из нескольких разделов Все верно Ну да Игорь Подключайтесь Читаю в анонсе Первый раздел Это рассуждение о доме Как пространстве Свободы и безопасности Сразу много вопросов И свобода Сразу и безопасность Это некая закрытость От внешнего мира Мы неоднократно Проговаривали Эти моменты Первый раздел Да Дом Это внутреннее его Содержание Внутреннее наполнение И здесь речь идет О тех Даже о каких-то Функциональных вещах О тех предметах Которые живут среди нас Например Это натюрморт Это предметы быта Это Это Шкафчики Шкафы И так далее Ну то есть Абсолютно Все то что Является нашим Наполнением Нашего дома В обычном Как бы Сиде Только они Представляют Подобным образом И естественно Каждый из этих объектов Несет некую информацию О том Кому он принадлежит И И каждый ищет Именно скорее всего В этом зале Частицу Своего дома Который ближе Ему Всему по внутреннему Наполнению Вот И это очень Интересно Этот зал Недаром Дизайнером Нашим дизайнерам Аркадий Львовичем Николаевым Кстати Здесь стоит отметить Что В процессе подготовки Вот этой выставки Этого проекта Наш выставочный зал Преобразился Он Приобрел новое лицо И Над этим Поработал дизайнер Нашего проекта Аркадий Львович Николаев Вот Он приобрел Новый цвет Новые формы Наполнение И Вот этот Первый зал Он настолько уютный И камерный Хотя в нем Присутствуют Очень сильные Художники И Представлена Огромная Коллекция Керамики Вятского Художественного Музея Это Ну Сам по себе Он очень уютный И несет как раз Вот то тепло Обычного Нашего Всем принятого Дома Ну как В том понятии А не возникала проблема Что-то взять Что-то не взять Вот По какому принципу Отбор проводился Что-то возможно Не вошло туда Просто места Напросто не хватило Вот Уже было Неоднократно озвучено То что Возможности Пространства Не безграничны Порядка там Двухсот Живописных Произведений Керамических Произведений Понятно Что все это Показать В рамках И вот на этой площадке Без Какого-то отбора Ну Практически невозможно Но так как Наш проект Живет на трех Выставочных площадках Это Киров Сыктывкар Вологда Он будет Переображаться С перемещением В пространстве Естественно Уже В Сыктывкаре Проект Приобретет Другое лицо Будут показаны Те авторы Которые В данном случае Отсутствуют В экспозиции Но были отобраны Они присутствуют В каталоге Который Каталог был создан Тоже Именно К этому проекту Если условно говоря Выставка В Сыктывкаре Или в Вологде Значит ли это Что там Возможно Будет больше Например Представлено Местных Творцов В этом случае Нет Приоритетов Нет Участники Да Но мы Предполагаем Что вполне Возможно К этому проекту Подключатся Местные Мастера Еще дополнения Какие-то Произойдут Но это Уже Будет Зависеть От Хозяев От галеристов Которые Будут Принимать Нас В этом Случай Тот Вид Тот Образ Который Был Создан Кураторами Выставки И Искусствоведами Галеристами Вятского Художественного Музея Вот он Проект Имеет Такое Лицо При перемещении На другую Выставочную Площадку Проект Мы надеемся Будет Переображаться И тоже Найдет Какое-то Своё Новое Видение Вот этих Форм То есть Хоть и Проговариваться Что от Перестановки Местных Сумма Не меняется Это да Здесь Многое Зависит От того Чем Наполняется Где Это стоит Как Это освещено Но Другие Города Это все равно Часть Нашего Проекта Или Они Просто Как Марафон Переходят Нет Это наш Проект Все равно Мы полностью Контролируем Процессы Наталья Что-то Хотели Добавить В контексте Вопроса О количестве Работ Об Отпоре Работ Конечно Хотелось бы Остановиться На роли Куратора А потом Уже Видимо О других Разделах Поговорим Да То есть Функция Куратора Она Является Основной При формировании Выставки То есть Куратор Он прежде всего Вносит Концепцию И уже Отталкиваясь От этой Концепции Работает Художник Архитектор Выставки То есть Здесь Не только Визуальный Ряд Формируется И отбираются Работы Но и еще Куратор Думает о том Чтобы эти Работы Жили То есть Он распределяет Выставку По разделам И формируется И Драматургия Выставки Ее содержание И визуальная Конечно Часть То есть Она должна быть Интересной Все это Приобретает Единое Целостное Да Поэтому Отбор Даже При том Что например Многие работы Прошли Выставком Но Во время Экспозиции Когда Работы Распределяются По залам Вдруг оказывается Что например Работы не живут Друг с другом Понимаете Приходится Прям на ходу Какие-то вещи Изменять То есть Куратор Он Такая подвижная Работа И он работает На идею На идею Ну говоря Слово Куратор Вы имеете Ввиду Себя Да В первую очередь В том числе Себя Ну вот Игорь Сметанин Председатель Рекотделения Союза Нужников Да И тут В общем-то Это была Работа Команды И Выставочный Зал В этом Проекте Да Вот Игорь Анатольевич Уже сказал Что получил Возможность Это такой редкий Случай Когда мы Получили Такую финансовую Поддержку И мы могли Вот достойно Показать Например Нашу дымку Которая никогда Так не показывалась Приходите Посмотрите Очень хорошо Она подана И Как-то Преобразить То есть Какую-то Эстетику Внести Новую Выставочный Зал Благодаря этому Проекту Нам удалось Ну давайте Дальше По разделам Еще пройдемся Мы только О первом Еще сказали Вторая часть Экспозиции Размышления О доме Как населенном Пункте И месте Человека В нем Населенный Пункт Это уже кажется Как-то более приземленная Какая-то тема Одновременно И приземленные Какие-то Я думаю Что в этом разделе В этом разделе Как раз Речь идет О том Мире В котором Находится Дом Каждого Дом То есть Оболочка Которая окружает Нас И вот эта оболочка Здесь В этом случае Я думаю Что Может быть Я буду прав В этом зале Одеяло Скажем так Перетягивает На себя Немножко Живописцы Потому что Мы Владеем Достаточно Сильными Средствами Выразительности Как Цвет Хотя Ирина Анатольевна Проговорила Что Керамика Это совокупность Всех Абсолютно Направление Тут идет Но в данном То есть То есть Та среда Уже Здесь В данном Случае Тонус Задают Именно Живописцы И Керамисты Очень Мягко Вплавляются Замечательными Работами Допустим Роман Пуртов Со своими Домарями Домарями Да Домарей Очень Интересные Объекты Которые В целом Пришли К нам Или Были Созданы Или Изобретены В сельской Местности То есть Они Садились На Нашу Печную Трубу И Уже Несли Такой Несколько Украшательский Характер Очень Интересная Форма Это надо Посмотреть Обязательно Приглашаю Зрителей Вы увидите Те вещи И предназначение Этих вещей Иногда Просто Удивляет Насколько Был Богат Вот этот Мир Обычных Бытовых вещей И насколько Он прекрасен Вот кстати Керамика Она к этому И стремится Вот и Сама выставка Ирина Анатольевна Тоже Был вопрос Об Делитарном Предназначении Тех вещей Которые Создаются Я могу сказать Что я бы жил С этими вещами Однозначно И поместил бы Эти вещи У себя дома И мне было бы Очень уютно И я бы Наслаждался Скорее всего И я Как бы Как художник Живописец Именно меня тянет К подобным Прекрасным вещам Это как раз Речь о том Что это Развитие Вкуса Обычного зрителя Вкуса И Анатольевна Может что-то Добавит Да Ну вот про этот Как раз зал Где Напоминаю Второй раздел Да Второй раздел Размышления о доме О населенном пункте Я хочу отметить Просто Да здорово Очень Экспозиция Там сложена И Вот Домария Романа Пуртова Они Как островок Такой Вот у нас есть Такие еще островки Сохранились В нашем городе А где вот он кстати Да Подчеркнул Вот эту идею Именно эту мысль Я про островки То есть у нас есть в городе Все равно Одноэтажные дома Какие-то частные В окружении Небоскребов И там вот эти домари Они как вот маленькие Такие вот домики Оказавшиеся Среди Новостроек Зажатые Да Этими Ну они тем не менее Даже как-то не выглядят Зажатыми Они выглядят Очень Трогательно Трогательно И Навивают такие Какие-то Воспоминания И Такие Какие-то Мысли ласковые Возникают Вот А про домари Ну На самом деле Это Одна из первых Творческих Таких серьезных работ Это молодого художника А сколько ему лет? Ну ему 29 Ну да Он молодой Просто нет У многих же Слово художник Ассоциируется Уже с таким Достаточно возрастным Человеком Да С бородой Он с бородой С бородой На молодой А он Бур родился Ну Что-то кроме Я даже не знаю Как сказать Как это В общем надо Видеть В общем надо Идти и смотреть Идти посмотреть Это будет Правильно Что-то кроме Живописи Во второй части Представлено Или только Живопись Нет Это и керамика Тоже Только в этом случае Если В первом зале В наполнении Я считаю Что Тон И Всю силу Зала Задает Именно керамические Работы Задает Из коллекции Ветского художественного музея То второй раздел Здесь Он Немножко Как бы Отдает Препочение Живописи Она задает А керамика Она очень Делегатная И подхватывает И работает На контрасте В этом кстати Состояла Очень сложная Работа Художников Назовем это Все равно Художниками Людей Кураторов Выставки Кто составлял Экспозицию Вот Чтобы Одна работа Являлась Продолжением Или подчеркивала Какие-то моменты Какую-то идею Чтобы существовало Развитие Плавный переход Они не Были обособлены Все равно Речь идет О целом Большом проекте И такие вещи Как допустим Первый зал Это дом Второй зал Вторая вернее Половина Это окружение Этого дома И переходим Уже к третьей половине Где речь идет Вообще О неких Космических Подачах Я предлагаю Уйти на небольшую рекламу А потом уже К космосу И макровселенной Говорим о выставке Среда обитания Дом Которая работает С 27 мая В выставочном зале Вятского художественного музея По адресу Карла Липехта 71 Вы можете уже Прямо сейчас Можно ведь Прямо сейчас Пойти Ну я думаю Что мы сегодня Кое-кого Но все-таки Сподвигнем На это путешествие Итак Третий раздел Выставки Космос Да и макровселенную Вот тут я вообще Теряюсь в догадках Как дом увязать С космосом И макровселенной Ну хотя Хотя есть Кое-что Игорь помогайте Ну к сожалению Вы сами Ничего не до конца Сознали К сожалению Да У нас отсутствует Софья Пикулева Которая В принципе Как раз Проецировала Эти идеи На бумагу И каким-то образом У нее возникло Вот это вот Деление Возникновение Вот этих вот Залов Этих форм Ну я Поделюсь Скорее всего Своим собственным Впечатлением И мнением Когда я попадаю В подобный зал Вот Ну это Совокупность Уже следствий Несмотря на то Что даже Внутри этого зала Присутствуют Всеми нами Уже Принято Однозначно Принято Это наша Частичка Нашего Вятского Края Это Дымковская Игрушка Да Вот Если внимательно Посмотреть На эту игрушку То она Содержит в себе Как раз Вот эти все Элементы Это движение Солнца Потому что Сам по себе Как выстроены Орнаменты Это же Как бы Следствие Преобразования Тех форм Которые На нас То есть Упрощенный Вид Как раз Вот эта Маленькая Игрушка Она и есть Совокупность Всех этих Вот вещей Мы говорим О космосе Говорим О тепле О каких-то Ну Вещах Она Побуждает И вызывает Чувства И плюсом Ко всему Естественно Там В этом зале Присутствуют Керамические Изделия Которые Говорят Уже О неких Каких-то Абстрактных Вещах Но это Все равно Так или иначе Относится Дома И вызывает Некие Впечатления Уюта И Даже Живописное Произведение Там Центром Композиции И Скажем так Залообразующий Объект Да Вот В этом зале Присутствует Спас Александр Петрович Мочелов Который написал Посвятил Работу Андрею Рублеву Вот Это небольшая С одной стороны Форма Мы привыкли Всегда Наполнять Эту стену Там Когда мы Приходим И говорим Что вот Вот эта стена Самая большая И самая большая Работа На ней Здесь Точностью Все Наоборот Некое Цветовое Пятно И маленькая Очень уютная Работа Которая В принципе Даже У зрителя Должна Вы Вызвать Сразу При первых Шагах При погружении При прохождении Первого Зала Она просматривается До самого Конца Это как раз Речь идет О Уже Каких-то Более возвышенных Вещах То есть Она говорит И относит Уже К дому К дому К иконе И положение В иконе То есть Это уже Такие Очень интересные Глубокие Философские Вопросы В этом В этом Зале Наполнена Очень Абстрактная Находится Абстрактная Композиция Борис Кина Виктора Федоровича Вот Которая Посвящена Некому Тоже Движению Вокруг Чего-то И создающая Оболочку Нашего Дома То есть Это Больше Вызвано Какие-то Ассоциативные Ряды И они Должны Нас Подвести Именно К рассуждению О нашем Святом Родном Доме С самого Начала Хочу спросить Как-то Все не доходит Что-то Упустило Да Вот У меня тут В анонсе Написано Что Займут Многоэтажные Деревянные Дома То есть Там Прям Что Это Будет Нет Я так Понял Многоэтажные Вот Были созданы Новые стеллажи Для дымковской Игрушки И для Показа Вообще Декоративных Вещей Они все Выглядят Как многоэтажки Аркадий Леонидович Николаев Создал Некие Геометрические Формы Которые Нам напоминают Вот эти Ячейки Вот эти Формы Которых Дубль 2 И внутри Как раз Находятся Уже Вот эти Объекты Тебе представилось Наверное Что-то вроде Разреза Многоэтажки Где там Видно Каждое Жилище И может быть там Вот этот вот Дом в физическом Воплощении Я думаю Что дали бы нам Немножко Больше времени И больше средств И до этого Дошло бы тоже Наталья Анатольевна Выставка работает Уже несколько дней С 27 мая Какие отзывы Услышали от посетителей Кто пришел Взрослые Не очень взрослые Люди Ну большой резонанс Эта выставка Вызвала И у молодого поколения И у художников И у обычных зрителей Прежде всего Вот именно Таким концептуальным Эстетическим подходом Такими изменениями В выставочном зале В привычной площадке Мы сами его не узнаем И ходим Любуемся Каждый день По этим залам Большое значение Большое влияние Оказал вот этот новый цвет Приглашаю всех Посмотреть на новую Совершенно На обновленный Выставочный зал И мы старались Чтобы это еще Вот этот интерьер Он как бы соответствовал Еще и экстерьеру Мы находимся Напоминаю На улице Карла Литнихта 71 Рядом с театральной площадью Люди Совершенно свободно Передвигаются по залам Или есть специалист Который им Что-то может объяснить Подсказать Значение Каких-то там Образов Смыслов У нас есть Как и свободное посещение То есть это на выбор Посетителей Также у нас Каждую субботу и воскресенье Проходят арт-паузы Мы обычно сообщаем Но это уже Традиция А так вообще О каких-то новых Мероприятиях В рамках выставки Можно узнать На нашей странице Вконтакте То что Летнее время Выбрано Для выставки Скажется Как-то на посетителях Вообще Как правило Люди летом Больше приходят В выставочный зал Или меньше Ну потому что Природа Где-то дача Где-то еще что-то Даже самые возвышенные Люди так или иначе Наверное куда-то уезжают Заняться Или был просто Какой-то график Когда нужно было Вот прямо сейчас Ее открывать Там Да выставку Ну вы правы Сезонность существует Во-первых Мы были Конечно Вот Нашим проектом Грантовским Там были сроки уже Там совершенно четкие Четко когда нужно Открыться В определенное время Да реализовать Все вот эти три Выездные проекта Вот Но мы очень рады Что это произошло Сейчас летом Потому что у нас летом Как правило Наш контингент состоит Больше из приезжих Из гостей города И нам очень приятно Что они познакомятся Вот с такой Хорошей выставкой На которой представлены Наши лучшие художники И также представлена Хорошо очень наша Традиционная Дымковская Вятская игрушка Будут ли какие-то Возможно Встречи С авторами С художниками Когда может Можно будет напрямую Пообщаться Буквально В эту субботу У нас состоится Это суббота Четвертое июня Четвертого июня Насколько я помню В три часа Состоится встреча Со зрителями На этой встрече Будут у нас я Сметанин Игорь Анатольевич И Наумов Максим Владимирович Заместитель Директор художественного училища Вот Но самое главное Это художник То есть вот эта встреча Мы всегда Подобную встречу С ним проводим Вместе На пару Потому что У каждого из нас Есть свои предпочтения И от этого Она только становится Богаче Когда мы Какие-то вещи Подаем на контрастах Также точно Будут проведены В рамках этого Проекта Замечательные мероприятия Вот Ирина Анатольевна Я знаю Что в Дню города Подготовила Замечательный подарок Вот Нашим кировчанам Это Оно будет проходить В Порошин Насколько Да Вот Сергей Юрьевич Горбачев По-моему Уже В этот четверг Насколько я знаю Тоже будет проводить Подобную встречу Они всегда тоже Очень информативны Сергей Юрьевич Горбачев Великолепный Рассказчик Очень Одаренный Человек И Абсолютно Как бы Окрашивает Любую встречу Очень яркими Интересными вещами В общем Я так понимаю Сейчас трудно Запомнить эту информацию Лучше следить за анонсами Да Совершенно верно В группах У нас На сайте Нашего Кутурного музея Вся информация Есть И в группе Вконтакте Ирина Анатольевна Ну уж Рассказал Игорь о том Что Ну да Вы подарок Приготовили Ко дню города Хоть несколько слов Еще успеваем В Порошино 12 июня Мы будем С утра Строить Дровяной горн В течение дня Дровяной горн Да И в течение дня Будем Набирать температуру Огненная скульптура Вечером будет Открыта Ну К сожалению Во всей красе Не получится Потому что сейчас Светлые вечера Светлые ночи Но тем не менее Мероприятие состоится Это будет интересно И параллельно этому Там же в Порошино Мы будем проводить Мастер-класс Для всех желающих Будем Делать Плакетки Небольшие То есть плиточки Посвященные Нашему городу Любимым местам То есть то что хотят Отобразить Да Желающие Они на них хотят Да То есть мы там будем Лепить с людьми Да Сколько по времени Продлится выставка До какого числа Можно будет посетить И ее будущее Куда дальше она Или нет пока Такой Информации Прямо строго Выставка По плану То есть как было Уже сказано Потому что в рамках Проектора Она должна Открыться вовремя И закрыться 26 июня 26 июня До 26 июня Как бы определен Финал Этого этапа Выставки И дальше Выставка собирается И уже передвигается В Сыктывкар Будет открытие Седьмого Июня Июля В Сыктывкаре Вот и так далее А Сыктывкар и Вологду Выбирали по какому-то Принципу Или просто Друзья Знакомые Хорошие связи С местными Там Выставочными Залами Ну Как таковой принцип Самый главный принцип Возможности Это мы Естественно Оповестили Очень большое Количество Залов И все хотят Принять нас Не всегда Получается Включить Свой выставочный График У кого-то Другие планы У кого-то Еще другие И Это фактор Сыграл И Также точный Фактор того Что мастера Участвующие В нашем Проекте Из других Регионов Из Вологды Допустим Привели нас К этим людям К этим выставочным Площадкам Вот И Именно так Все Я так понимаю Что нужно нам Потихонечку Уже закругляться Да Мы очень активно Поговорили Выставки Среда Обитания Дом Которая Работает В выставочном Зале Вятского Художественного Музея Завтра В среду Да Уже после Выходных Дней Можно будет Воочию Увидеть То о чем Мы тут говорили В течение 40 минут Я обращаюсь К нашим Слушателям Так что Добро пожаловать На Королей Кихта 71 Все Нюансы Если у вас Есть Таковые Можно уточнить По телефону 22 50 71 Все верно 22 50 71 Мы Разворот на этом Завершаем Владимир Сметанин Дарья Топузлиева Спасибо нашим гостям До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому